Всем кинолюбителям привет! Продолжаем подводить кино итоги 2022 года по отдельным жанрам и сегодня у нас на обзоре не много не мало комедии. С вами Киноиндустрия, канал с лучшими топами фильмов и сериалов. Подписывайтесь и вы всегда будете знать, что посмотреть. Поехали! Легкая и чертовски веселая супергеройская комедия «Суперчел» поведает о Седрике, неудачливом актере, который из-за своей бездарности вечно попадает в нелепые ситуации, давно стал посмешищем в глазах друзей и близких. Все меняется, когда его утверждают на главную роль в фильме про супергероя, тем самым он получает шанс прославиться. Попав после съемок в аварию, мужчина приходит в сознание с потерей памяти и начинает думать, что в действительности является супергероем, которому предстоит выполнить опасную миссию. Никому не одолеть Бэтмена. Слушай внимательно, я скажу только раз. Ты понял? Нет? Итальянская смесь семейки Адамсов и монстров на каникулах. Забавная фэнтези-комедия. Жуткая семейка. Молодожены Луана и Адальберта узнают, что скоро станут родителями, и молодому супругу ничего не остается, как представить свою прекрасную жену семье. Правда, есть одно «но». Луана себе даже не представляет, что она породнилась семьей монстров. Вампирами, ведьмой, зомби и призракам. Более того, девушке предстоит узнать и истинную сущность своего возлюбленного. И как будто этого мало приезжают еще и родители девушки. Тебя здесь держат ради пенсии по инвалидности? Я свои склады тоже на жену записал. Налоговая достала. Всю кровь из тебя высосут. Вижу, сам все знаешь. Пожалуйста, я хочу стать вампиром. Цапни, ну что тебе стоит? Дело в том, что всякая семья чудовищна по-своему. Я собираюсь жить как смертный. Так ты ей сказал, кто ты? Безумно забавная лента, наполненная множеством отсылок к произведениям 90-х, несомненно вызовет приятное чувство ностальгии у фанатов оригинального сериала. Чип и Дэйл спешат на помощь. Прошло 30 лет с момента завершения увлекательного шоу, в котором когда-то снимались бурундуки и их друзья. Сейчас же Чип работает страховым агентом, а Дэйл не перестает верить, что однажды сумеет вернуться в шоу-бизнес. И вот когда их старый друг таинственным образом исчезает, бурундуки снова объединяются, чтобы спасти товарища. Держись! Спасатели 2-0 Это место выглядит странным. Помнишь этот стиль анимации, где все выглядело правдоподобным, но ничто не выглядело правильным? Забавный комедийный боевик, построенный на самой иронии и отсылках к предыдущим работам никогда топового актера Николаса Кейджа. Невыносимая тяжесть огромного таланта. Столкнувшись с творческим кризисом, Николас Кейдж вынужден принять предложение миллионера Хави Гутерреса и появиться на его вечеринке. Хави большой поклонник Кейджа, он даже написал сценарий для их совместного фильма. Как вдруг в их планы вмешиваются агенты ЦРУ, полагающие, что Хави на самом деле неуловимый лидер криминальной империи. Николас Кейдж, охренеть! Я же вас обожаю! Господи, скала, это же шедевр! Кто угнает за 60 секунд? А семейка Круц? Что? Мне 44 года! Какая нахрен семейка Круц? Воздушная тюрьма! Вот это улёт! Не бросай меня! Хватайся! А на вид не тяжёлый! У меня голова у веса стоит! А! Нееееет! Стену-то можно было обойти. Что, правда? Задорный рождественский боевик в жанре чёрной комедии «Жёсткая ночь» повествует о состоятельном семействе Лайтстоунов, которые собираются у домашнего очага, дабы отпраздновать Рождество, как вдруг дом захватывают вооружённые грабители. Цель преступников, понятно, разжиться деньгами, но, к счастью, в разгар нападения на крыше особняка неожиданно оказывается настоящий Санта-Клаус. Он разочаровался в детях и мире вокруг, ушёл в запой и теперь с радостью готов выместить всю накопившуюся злобу на горе преступника. Время рождественских избиений! Кто ты, блин, такой? У вас, а вдруг он и правда? Да нет, никакого, Санты! А что ты приносишь плохим детям? Горстку угля. Кто это? Хочу посмотреть. Бомба! Я верю в тебя, Санта. Да ладно! Кто это сделал? Скакун! Как непрофессионально! Шикарная комедия! Получилось бы, если бы не было мюзиклом, а так дело вкуса, хотя глянуть всё равно стоит. В духе Рождества. Согласно сюжету, в канун Рождества призраки прошлого, настоящего и будущего выбирают потенциальную душу, нуждающуюся в моральном спасении от грешного существования. В этом году такой душой оказывается успешный пиарщик по имени Клинт, человек, потерявший всякий страх и совесть. Однако, вместо того, чтобы выучить положенный урок, Клинт пробуждает личностный кризис в самом призраке настоящего. То есть, из всех людей на земле? Убийц. Тех, кто берёт кредит на свадьбу. Вы решили выбрать меня? Что ж, ладно, прощайте. Начинаются настоящие перемены. На смерть. Сто пудов. Да, согласен. Хотя, нет, живой, он цел. Что ж, ишь, какова иллюзия. Забавная приключенческая комедия, самое то для незатейливого вечернего просмотра. Затерянный город. Лоретта Сейч, замкнутая от общества писательница, выпускающая вполне популярные романы. Главным героем в них выступает красавчик Дэш, образ которого в жизни воплощает модель Алан. И вот однажды Лоретту похищает миллиардер, уверенный, что она сможет привести его к сокровищам затерянного города из ее последней книги. Алан же решает отправиться на ее поиски, доказав, что может быть героем не только на страницах книг. Лоретта Сейч, я спасу тебя. Почему ты такой красивый? Мой отец вел прогноз погоды. Легкая французская комедия «Не звезди» рассказывает о Жероме, директоре по продажам в одной крупной судоремонтной фирме. Он обаятелен, умен и может договориться с любым клиентом, но вместе с тем мужчина не может и дня прожить без того, чтобы не соврать. Даже по сущим мелочам он предпочитает говорить неправду, потому что так ему легче жить. Но однажды мужчина просыпается в мире, где вся его ложь стала правдой, и все выдуманное им начинает происходить на самом деле. А это, согласитесь, весьма нестандартная ситуация. Вас вызывают на анализ крови. Да-да, иду, месье. Каролин, никому не говори. Я пожертвую брату почку. Какой фигни ты там еще напридумывал? У тебя ждицик без костей. Вот черт. Тормози, тормози! Я без руля! Утром я был на рентгене. У меня три почки. Я загуглил, так вообще не бывает. Ни у рыбок, блин, ни у птичек долбанных. Там кит? Ну да, сейчас сезон. Да какой сезон? В Ницце киты не водятся! Забавный комедийный боевик. То, что нужно для вечернего просмотра. Человек из Торонто. Рассказывает историю неудачника по имени Тедди, который пытается загладить вину перед женой и заказывает коттедж для проведения романтического уикенда. Однако из-за ошибки случайно приезжает по абсолютно другому адресу, где его принимают за мастера пыток и профессионального киллера, человека из Торонто. Теперь ему приходится объединиться с самим человеком из Торонто, чтобы довести дело до конца и вернуться к своей жизни. Приветик. Я человек из Торонто. Нет, я человек из Торонто. Сам напросился. Последние пару дней были не особо-то хороши. Но каким-то образом тебе удалось вдохновить меня. Но я больше не хочу быть тобой. Еще разочек. Легкая и расслабляющая комедия для незатейливого вечернего просмотра. Неувольняемый. Вин Сан обожает свою непыльную должность чиновника, однако беда пришла откуда не ждали, грядет массовое сокращение госслужащих. Начальница Изабель всеми силами пытается найти причину для его увольнения, но мужчина категорически отказывается уходить. В ее власти командировать его в самые сложные и удаленные места службы от Африканской глуши до Северного полюса. Кто же победит в этой схватке не на жизнь, а на повышенную пенсию? Перезвоню с работы, это бесплатно. Вот твое разрешение на охоту жара. Возьми, Патрашка. Патрашка? Ну зачем же так, что ты? Если откажетесь уйти, я вас запихну туда, где вам не понравится. Выдавить тебя хотят. Загоняют туда, где невозможно работать. Так что, мне уволиться? С ума пошел! Что за святотатство? Ну что, куда на этот раз? Он не доверяет белым, потому что они эгоисты, грубияны и невежды. Это правда, но лишь про маленькую категорию белых, которая называется «Жители столицы». Дико забавная фантастическая комедия из Поднебесной «Лунный человек» поведает, как в 2033 году на Луне была построена станция для работы лунного щита проекта по защите Земли от астероидов. Обычный техник Дугу Юэ прозевал эвакуацию персонала, а когда часть защиты не сработала, мужчина стал свидетелем гибели планеты. Теперь Дугу считает себя последним живым человеком, не подозревая, что остатки цивилизации выжили и наблюдает за ним в прямом эфире. Кроме того, на лунной базе обнаруживается большой рыжий кенгуру. Если вам надоели унылые и хмурые зимние будни, шикарная французская комедия «Мажоры на мели» несомненно поднимет вам настроение. В общем, у крупного бизнесмена Франсиса Бартека в деловом плане одни успехи, чего нельзя сказать о воспитании детей. Избалованные, высокомерные, они только и могут что тратить деньги отца. Поняв, что дальше так продолжаться не может, мужчина решает преподать им урок. Под предлогом банкротства он лишает их денег и увозит в небольшой городок, где им придется самостоятельно зарабатывать себе на жизни. Деньги кончились, нам светит тюрьма. Не понял. Боже, что будем делать? То, чего вы никогда в жизни не делали. Думать, что ли? Работать. Что-что? Что заканчивали? Честно говоря, ничего, понимаете, я самоучка. Сколько платите? 1200 евро. В неделю, правильно? Нет, в месяц. А служебная тачка будет? Как же без этого? Неплохо для начала. Поподите, я нельзя искать делать! Алекс даже не вышел из дома. Приятного аппетита. А мне? Кто не работает, тот не ест. Довольно любопытная подростковая комедия. Особо будет интересно тем, кто любит тяжелую музыку. Боги хэви-метала. Двое подростков, Хантер и Кевин, типичные школьные аутсайдеры. Своё спасение ребята видят в создании хэви-метал-группы и участии в школьном музыкальном конкурсе, да вот только парням явно не хватает басиста. И вот однажды один из парней, репетируя после занятий, знакомится с девушкой-виолончелисткой. Он хотел бы взять её в группу, однако напарник категорически против, что вносит раздор в их музыкальный дуэт. Как им удаётся? Отстой! Играю три аккорда, и ты неправильно! Ну тогда на битве групп увидимся. Мощный толчок. Ничего личного, Эмили. Ты не соответствуешь имиджу, который мы пытаемся создать. Забавная романтическая комедия по одноимённому бестселлеру «Мой любимый враг» повествует об амбициозной Люси Хаттан, работающей в крупном издательстве. Сидит в офисе она прямо напротив холодного и расчётливого Джошуа Темплмана, которого ненавидит всеми фибрами души. Неприязнь быстро перерастает в соперничество, когда оба начинают претендовать на повышение. Правда, есть подозрения, что под маской ненависти оба лишь скрывают влечение друг к другу. И вот однажды спонтанный поцелуй в лифте всё меняет. Его я ненавижу особенно пылко. Сучий ты подрох! Эдико изобретательный и остроумный, однако в то же время один из самых бредовых и противоречивых фильмов 2022 года. Всё везде и сразу. Эвелин Вонг владеет убыточной прачечной и едва сводит концы с концами, а тут ещё череда испытаний. Проблемы с налоговой, развод с мужем, инфантильная дочь-лесбиянка. И вот однажды оказывается, что Эвелин способна перемещаться по параллельным вселенным и получать доступ к навыкам других версий самой себя. И теперь она должна спасти всю мультивселенную от загадочной злой сущности. Во множестве параллельных вселенных я видел тысячи версий Эвелин. Ты можешь получить доступ к их воспоминаниям, эмоциям и даже навыкам. Каждая ошибка, каждое разочарование ввело тебя сюда, в эту самую точку. Не позволяй ничему сбить тебя с путей. Ох уж эти разжесонские романтические комедии. Они такие банальные, но до чего же милые. В общем, встречайте, неуловимый аромат любви. Натали – успешная журналистка, чего нельзя сказать о её личной жизни. И вот однажды героиня решает воспользоваться приложением для знакомств, где у неё завязывается отношение с тегом парнем её мечты. Несмотря на большое расстояние между ними, Натали решает сделать ему сюрприз и прилететь в гости. Но девушка даже не подозревала, что её возлюбленный окажется совсем другим человеком. Джош, тебя кое-кто хочет видеть. С этого момента провальных свиданий у меня больше не будет. Натали? Я всё объясню! Я не понимаю. Мы общались. Я убедилась. То фото! На нём было моё имя. Я специалист по фотошопу. У тебя сохранились настоящие фото для профиля? Я хотел выглядеть брутально. Ты похож на убийцу с топором. Ламповая душевная кинолента, способная пробудить у зрителя приятное чувство ностальгии. Плюс много действительно забавных моментов. Восьмибитное Рождество. Повзрослевший Джейк обзавёлся семьёй и решает отметить праздник в Доме детства. За игрой в Нинтендо он рассказывает дочери Энни поучительную, полную захватывающих приключений историю о том, как он и его друзья в далёком 88-м пытались получить эту самую легендарную приставку и объясняет, как она была значима для них, даже больше, чем так желаемой дочерью смартфон. Видеоигры очень странно влияют на детей. Что? Это 80-е, было жёстко. Всё смели за 20 минут. Ужасно. Одна женщина даже ударила бабушку. Возможно, свою. Ты всё придумываешь? Нет, ни в коем случае. По-хорошему, данный фильм стоило бы разместить в разделе фэнтези, но и комедиям он тоже подходит. Страна снов. На отдалённом айте вместе со своим отцом живёт и девочка по имени Немо. Однако этой идиллии приходит конец, когда отец девочки гибнет в открытом море, а сама она вынуждена переехать к родному дяде. Мужчина ведёт скучный образ жизни в городе, зарабатывая на изготовлении дверных ручек. И дабы пережить этот сложный период, Немо укрывается в мире своих фантазий, где и встречает своеобразного бунтаря Флиппа. Свинка! Что? Приветствую, девочка! В стране снов будь начеку. Один промах, и ты не вернёшься в реальный мир. Второе правило. Веди себя тихо. Мы не развлекаться пришли. Ты говорил, мы не развлекаться пришли. Я сказал, ты не развлекаться пришла. Если я не буду веселиться, значит плохо работа. С опозданием на десяток второй лет к нам пожаловала вполне типичная для периода нулевых комедия – выпускной класс. 2022 год. Стефани, капитан команды черлидеров, мечтает стать самой популярной в школе и выиграть титул королевы выпускного балла. Но во время одного из выступлений девушка неудачно приземляется и впадает в кому. 20 лет спустя Стефани приходит в себя. Несмотря на то, что мир вокруг изменился, 17-летняя девушка в теле взрослой женщины решает снова отправиться в школу, дабы воплотить в жизнь свою мечту. Голливудский ремейк советской классики «Ирония судьбы в Голливуде» поведает о Гриффине и Марго. Они не знакомы друг с другом, однако оба стоят на пороге важного для них события в канун Нового года. Пока первый собирается сделать предложение своей девушке Клементине, вторая ждет, что ее парень Кип сделает ей предложение, однако их желанием о браке не суждено сбыться. По странному стечению обстоятельств судьбы героев переплетаются, а их знакомство порождает цепочку странных и забавных событий. 9-1-1, что случилось? У меня в квартире какой-то голый психопат. Мы расстались только вчера вечером, а сегодня днем по твоей квартире уже разгуливает голый хрен. Пойдешь со мной вечером на свадьбу? Серьезно? Вообще-то, по ощущениям серьезно. На нем мой смокинг. Кип? Комедийное фэнтези. Сиквел знаменитого фильма 93-го года. Фокус-Покус 2. Салем 2022. В канун Хэллоуина Бека с подругой Изи отправляются в местный лес, где они проводят шуточный ритуал по воскрешению тех самых сестер Сандерсон. Однако, внезапно ритуал срабатывает и перед девушками возникают те самые ведьмы. Они намереваются использовать запретное заклинание и получить абсолютное могущество, а значит Бекки и ее друзьям придется очень постараться, чтобы остановить сестер и защитить жителей Салема. Надо салей купить. Зачем? Чтобы им вкуснее было нас есть? Сестры! Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!